Добрый день, дамы и господа! Вы смотрите YouTube-канал «Кланета дзюдо», я Роман Карасев, и сегодня мы берем интервью у мастера Тхэквондо, Антон Михайлов, и он нам сегодня расскажет о том, что такое Тхэквондо, для чего нужно изучать это направление боевого искусства, откуда оно пришло, и какие-то еще дополнительные вопросы. Итак, Антон, что такое Тхэквондо? Тхэквондо – это корейское боевое искусство, техникой которого основная является ударная техника рук и ног. Тхэквондо – название такое интересное, оно пришло, я так подразумеваю, с Востока, с Азии, с какой стороны? Да, оно пришло с Азии. Значит, основателем Тхэквондо является корейский генерал Чуи Конхи, который командовал северно-корейской армией. Дословный перевод означает Тхэ – это удар рукой, Тхэ – это удар ногой, Квон – удар рукой, и До – это путь дорога. То есть, дословно, это путь, проделанный голыми руками и ногами. Этот стиль был разработан как-то спонтанно, или это стиль, который вышел из каких-то других стилей боевых искусств? Ну, на самом деле, основатель генерала Чуи Конхи занимался различными видами другими, в том числе и карате, алькидо. И из каждого стиля, из разных стилей, он отобрал какие-то лучшие моменты, объединил их, и тем самым появился такой вид спорта, как Тхэквондо. Тхэквондо – это все-таки больше вид спорта и боевое искусство сегодня? Ну, наверное, Тхэквондо – это больше стиль жизни. Потому что Тхэквондо, как и во многих азиатских единоборствах, азиатских боевых искусствах, очень большая составляющая – это все-таки духовная. И в первую очередь Тхэквондо учит не только драться, но именно как правильно вести себя со старшими. То есть именно, в первую очередь, это моральная составляющая, это именно духовное воспитание. Ну и, конечно же, воспитание дисциплины. Насколько популярно Тхэквондо сейчас в мире и где оно больше развито? Ну, на самом деле Тхэквондо достаточно в мире популярно. Занимаются Тхэквондо на всех континентах – и в Америке, и в Канаде, и в Африке. Вот, допустим, не так давно, в позапрошлом году у нас проходил чемпионат мира в ЮАР. Тхэквондо занимается по всему миру. Я слышал, что есть несколько направлений Тхэквондо. Так ли это на самом деле? Да, на самом деле это так. На сегодняшний день наиболее популярными и более массовыми – это Тхэквондо ИТФ, Федерация Тхэквондо ГТФ и Тхэквондо ВТФ. Значит, эти три стиля – Тхэквондо ИТФ и Тхэквондо ГТФ – они очень похожи. У них очень схожие правила на соревнованиях, буквально незначительные отличия. Конечно, кардинально отличается Тхэквондо ВТФ, поскольку там практически полностью отсутствуют удары руками, и поединки бойцы ведут только ногами. Оно кардинально отличается от этих двух направлений. Какое из этих трех направлений Тхэквондо сегодня входит в Олимпийскую программу? В Олимпийскую программу входит Тхэквондо ВТФ. Тхэквондо ИТФ и Тхэквондо ГТФ с недавних пор входили в состав вида спорта Тхэквондо как дисциплины. Но с недавних пор эти направления стали теперь отдельными видами спорта. И по этим отдельным видам спорта теперь возможно присвоение как разрядов первого взрослого кандидата в мастера спорта, так и званий. То есть мастер спорта, мастер спорта международного класса. Так вот, например, у нас не так давно наша спортсменка нашей федерации выполнила нормативы и получила звание мастер спорта международного класса. То есть с недавних пор теперь по эти отдельные виды спорта и по ним, как и по всем другим, возможно присвоение званий. То есть в России сегодня популяризируются все три направления? Да, все три направления популяризируются. Говорить о том, какой из них более развито, наверное, было бы не совсем правильно, потому что они достаточно равномерно, достаточно в равной степени развиты и каждый привлекательный по-своему. Какое направление именно ты ведешь? Значит, я веду направление ИТФ и направление ГТФ. Поскольку, опять же, эти направления очень похожи, они буквально какими-то небольшими нюансами отвечаются в правилах соревнований, поэтому я веду эти два направления. Они для меня более близки и я всю жизнь занимался этими направлениями. Сколько лет ты уже практикуешь Хайфондо? Сам я занимаюсь уже, наверное, более 20 лет. Преподавать я начал с 2005 года. Сегодня, глядя на твой пройденный путь, как ты думаешь, насколько Хайфондо хорошо влияет на детский организм? Или, может быть, не совсем хорошо влияет на детский организм? Ну, на самом деле, есть большой плюс именно этого вида спорта. Почему он мне и нравится? Потому что в нем есть очень большое количество разных направлений. То есть, это не только спарринг, это не только бои, это и техника, это и растяжка. То есть, именно направления, которые подходят абсолютно каждому. И заниматься может, как ребенок с 4 года, так и уже, бывает, приходят и взрослые, и в 35, и в 40 лет, и начинают заниматься. Им, в принципе, нравится, и они продолжают. То есть, каждый, как в этом виде спорта, каждый может для себя выбрать то направление, которое ему интересно, по душе и больше нравится. Ты сегодня продолжаешь сам самосовершенствовать свое Хайфондо? Да, я продолжаю тренироваться, я продолжаю сдавать на данные. Вот, поэтому, да, я тренируюсь, я не останавливаюсь и планирую продолжать дальше. Ну, в ближайшем будущем есть в планах желание все-таки поучаствовать. У нас планируется осенью проведения чемпионата и Кубка России. И вот, я надеюсь, что все-таки успею подготовиться и еще выступлю на соревнованиях. Ну, и давай сейчас мы вернемся непосредственно к преподавательской твоей деятельности. Ты уже сказал, что с четырех лет можно начинать заниматься Хайфондо и практически без ограничений. Ты сам, как тренер, преподаватель ведешь по всем возрастам занятия? Да, я веду по всем возрастам. Ну, естественно, возраст с четырех до шести лет – это отдельные группы, больше направленные именно как раз на развитие дисциплины, самообладания, больше для общефизического укрепления, для развития растяжки. И вот только уже с семи-восьми лет начинается поэтапное введение техники непосредственно от Хайфондо. В твоем клубе, в твоей секции Хайфондо, где ты преподаешь участие в соревнованиях, дети участвуют или дети ходят просто так, не участвуют вообще, как ты распределяешь, обязательно ли участвуют в соревнованиях или люди могут просто приходить заниматься для удовольствия? Ну, на самом деле, мое мнение, что хотя бы попробовать, наверное, нужно каждому, чтобы попробовать, ощутить и понять для себя, понравится или не понравится. То есть, кто-то приходит целенаправленно для себя, кто-то приходит, начинает заниматься для себя, потом втягивается в процесс и начинает выступать на соревнованиях. Тут индивидуально зависит от каждого. Я никого никогда не заставляю выступать, сдавать пояса. То есть, главное, чтобы человеку, ребенку нравилось, и он занимался для своего здоровья, для своего развития. Где в настоящий момент ты проводишь занятия? Я знаю, в Москве, у тебя есть зал. Скажи, когда набираются, идет набор и вообще круглогодично ли проходят занятия? Как это происходит? Основной набор, конечно, проходит в середине августа, в начале сентября. Но занятия в последние годы мы практикуем круглогодично. Особенно для тех, кто участвует в соревнованиях, потому что уже с конца сентября у нас начинаются первые старты, и, скажем, летом не тренироваться нельзя. Поэтому стараемся с небольшим перерывом делать круглогодично. Основной набор уже сказал середина августа, начало сентября. А тренировки проходят, да, тренировки проходят в Москве. Тренировки у меня проходят в городе Химки и в городе Матищин. Занятия предусматривают, то есть есть для мальчиков или для девочек отдельно, или они вместе проходят? Нет, мальчики и девочки занимаются вместе в одних группах. Есть разграничения, но это разграничения больше не по возрасту, а по уровню технической подготовки, именно технической подготовки. Поэтому есть разграничения, это разные группы. То есть группа новичков и группа уже как бы более опытных ребят, они занимаются в разное время. Ну и в завершении нашего разговора я бы хотел, чтобы ты сказал несколько слов тем зрителям, которые еще думают, да, идти над Харпандо, не идти над Харпандо, куда пойти, родителей может быть кто-то думает, куда отдать ребенка, чтобы он физически развивался, да, чтобы это дало ему какую-то уверенность в жизни. Вот твои такие слова напутствие как бы будущим ученикам. Ну, мои такие слова напутствие. Может быть не столь важно куда ходить, главное, чтобы дети чем-то занимались. Не важно, это будет плавание, единоборство, чтобы чем-то занимались и чтобы это нравилось. Ну, наверное, мой может быть такой совет, попробовать несколько видов спорта там прийти, на Тэквондо, на Дзюдо, на Карате, поплавать, побегать. Опробовать и для того, чтобы понять, какой вид ребенку больше нравится и в каком виде он себя сможет как бы в полное раскрытие проявить. Ну, наверное, вот такой вот совет родителям, что не нужно останавливаться на одном, нужно попробовать несколько, а потом из этого выбрать что-то одно, то, что по душе. Ну, и возможно, Тэквондо. И возможно, Тэквондо. То, что подойдет будущим чемпионам или просто будущим... Тэквондистам, да? Ссылка на адрес занятий, где проводят занятия Антон Михайлов, мы в описании дадим. Вы смотрели YouTube-канал «Планета дзюдо», я Роман Карасьев и мастер Тэквондо Антон Михайлов. До встречи!